Всех приветствую, сколько много волнения, конечно, зашкаливает, но я уверена, я справлюсь. Город Калининград меня пригласила очень ненавязчиво, очень грамотно, из любви, ну, собственно говоря, это свойство лидера, Анна Витрюкова, которую наверняка вы многие знаете. И это было, знаете, такое знакомство, как будто бы случайно, но всё не случайно всё-таки в нашей жизни присутствует. У меня был запрос. Конечно же, всё в нашей жизни под запрос. А какой был запрос? Я рассталась с одним очень мощным проектом, была долгое время организатором, привезла, купила франшизу, привезла в Калининград, но за год существования в этом проекте я окончательно выгорела. При этом запрос на масштаб, на команду, на применение всех своих лидерских, каких-то других волевых качеств, всех знаний и так далее, у меня был запрос стать тренером. Как? Не знаю. Этого проекта нет, я видела себя в нём тренером. Какой ко мне ещё в жизни придёт, не знаю. На тот момент я активно вела активные медитации, я дважды мировая рекордсменка, постоянно гвоздя хсадху, я проводила людей в эти практики, и я 36 лет в танцах. В общем, я танцор, танцую людей, танцую женщин. И самое интересное, через мои практики ко мне пришла Анна. Я её пригласила, по-моему, дважды, первый раз что-то она не смогла. Она пришла, и через вот эту включённость в меня как эксперта, она начала свою работу, вот эту вот лидерскую, когда она потихонечку начала мне говорить про суперджам. Что это на тот момент, я вообще не имела представления. Что за методика? Есть ли возможность вообще-то как-то развиваться? Конечно, нет. Я тогда ещё была закрыта, но как раз-таки курочка по зёрнышку Анна каждый раз, не пропуская, транслировала, приходила на мои занятия, тем самым транслировала вот эту вот лидерскую позицию, когда я вовремя, я в дисциплине, я открыта. Я смотрю, что Анна какая-то другая, не такая, как все. В ней больше света. Она так зажигательно рвёт. Она стояла у меня на гвоздях и просто смеяла и просмеивала шестой ранг. Что это? На тот момент я, конечно же, не знала. Но уже вот этот вот момент, когда люди в поле, начинают мы друг друга влиять на это. Дальше я иду в обучение там своё внутреннее. Я говорю, Ань, пока меня не трогай. Она говорит, хорошо. Потом она, Мария, эту возможность нельзя упускать. Chevrolet там какие-то акции или ещё что-то, в общем, на вхождение. И внутри зажигается вот этот звоночек, а я привыкла не упускать возможности. Я всегда беру возможность. Даже если я пока не готова ей воспользоваться, я знаю, это когда-нибудь выстрелит, и в любом случае это мне во благо. Ну, потому что уже человек близкий, я интуитивно чувствую, что это вот прям отзывается. Как понять, отзывается? Мария, можно ваш контакт? Конечно, да. Благодарю. Как мы понимаем, что отзывается? Внутри лёгкое волнение, бабочки и энергия на события, на предложения, на человека. И я это, конечно же, Канье чувствовала. И она, говорю, выбрала со мной очень грамотную позицию. Она как человек, импат, как лидер поняла, как со мной сработает. Плюс она, конечно же, говорила, я о себе в аудиотренинге сказал, что в мою команду приходят люди со сверхспособностями. Ты такая! Я? Да я простая. И, в общем, вот это вот, что я какая-то уникальная, она начала мне это ещё вот вселять. Ещё одна особенность супержампа, когда реально мы видим друг в друге сильные стороны и начинаем в себе это взращивать. Если я в себе не готова это рассмотреть, я и в других не увижу, иначе это просто механика. И вот на это накручивается, накручивается. И я покупаю лицензию, мастер лицензию, не понимая, что, чего. И вот разделавшись там со своим проектом, уже пройдя курс, после дня рождения, выдохнула. В твой соляр я захожу на первый поток, ну, на первое обучение. Честно, вот что мне дал суперджамп, это возможность проясниться. Что такое проясниться? Расставить все точки над «и» и в честности поговорить самой с собой. Я себя считаю, ну, последние года два-три, ну, очень крутой, такой прокачанный. Столько тренингов личностного роста. Но когда я прошла программу, начала проходить, все мои стратегии неработающие, они начали вот так вот выходить. И я поняла, где я нечестна с собой прежде всего, где я посредственно проявляюсь. А что мы делаем что-то, то мы делаем и всё. Я поняла, как в жизни я так же что-то не доделываю, где-то не досказываю. И вот девятидневная программа, все мои вот эти вот программы неработающие, вытащила наружу. Это был такой важный период для меня, когда мне нужно было уже отпустить прошлое и идти в светлое будущее. И светлое будущее просто, знаете, вот так вот на блюдечке с золотой каемочкой в виде суперджамп. Я увидела возможность своего роста. Первую программу посредственно, ну, правда, результатов особо каких-то вау. Ну, потому что я забивала, если честно. С выключенной камерой была, какой-то раз не приходила, не предупреждала. И это, конечно же, всё про меня, не про группу, не про тренера. Я говорю, Ань, что-то я, наверное, как-то плохо прошла. Могу я ещё раз пройти? Она говорит, конечно, иди. И тут я поняла, что вот это, ну, читаю отзывы, думаю, а почему на меня-то так не работало? И я поняла, что моя вот эта зашоренность, думание обо мне, что я такая крутая. Ну, всё уже, куда больше. Вот как раз-таки это была такая ошибка, уловка. История ума, которую я сама себе в итоге продавала и жила в этой картинке. Ну, и пришёл такой момент, когда я обнулилась, приняла действительность, какая она есть. Пошла ещё раз в следующий, буквально сразу же на следующий день. И тут начала случаться магия. У меня открылись глаза, шоры. И я уже вот это вот убрала, вот то, что я такая крутая. Я пошла в позицию ученика. И Анна мне говорит, и на этом курсе ты будешь вести одну жемчужину. Самую простую для меня – это будь здоров, а я четыре года обливаюсь. Но я обливалась не так. Я не так делаю это упражнение. В принципе, это упражнение не было как такового, лишь механика. И тут я начала потихонечку докручивать каждое упражнение и углубляться. И говорю, так вот, я хочу быть тренером. Но здесь тоже важно отдавать себе точно, в честности, отчёт. Если я сама не делаю на 100%, ну фиг ли кого-то просить и тренировать на эти 100-1000%. Это такая будет, ну не искренний контекст. И вот каждый раз, почему я вот смотрю и удивляюсь, вроде тренер уже, шестой, седьмой там ранги, они вновь идут в обучающую программу и где-то ещё погружаются. И это круто, потому что наша жизнь, она бесконечная, вот эта череда событий, вроде те же самые, все мы по спирали, знаете, но они по-другому каждый раз, что-то мы ещё больше узнаём, ещё больше понимаем и так далее. И я считаю, что реально несколько раз только пройдя, можно понять смысл, смысл суперджампа. Была на семинаре, Дмитрий Сахно организовывал, да, с Татьяной. Татьяна, я забыла твою фамилию, прости, пожалуйста. И вот Дмитрий говорит, кто прошёл опрос, кто прошёл суперджамп один раз? Ну там несколько человек. Кто два, ещё там пара человек. Кто три, кто десять и так далее. А кто 77 раз? Ну примерно. И поднял руку он. И говорит, проходил суперджамп 77 раз. То есть каждый раз, даже когда я тренер, я всё равно прохожу программу. И во мне вот это ещё больше бетонируется. И важно вот настолько проходить чаще, ну настолько часто проходить программу, насколько вот пока это не станет образом в жизни. Потому что чистить, дорабатывать ещё ого-го. Потому что так мы не жили никогда. И одной программы, конечно же, мало. Что сейчас? Сейчас я интеллект-тренер. У меня в планах, конечно же, делать апгрейд на суперлицензию. Мы расписали с Анной, как мне дойти до четвёртого, до пятого, до шестого ранга. Я иду туда, и мне это нравится. И я прояснилась сама с собой. И я точно теперь знаю, куда я иду, зачем я иду. И какое это светлое будущее для меня. Если вообще отстраниться, что такое суперджамп, ну это для большинства из нас, большинства в принципе в мире, такая рука помощи, свет в конце тоннеля, где реально есть надежда на то, что можно по-другому, можно изменить. Суперджамп мне дал чёткое понимание, что я не последняя буква в алфавите, как мне даже родители внушали. Но все мы в советское время родились, и так или иначе несём вот в эту идеологию. В суперджампе я поняла, что я первая буква в алфавите, и от меня зависит всё, и я сильно масштабней, и я могу вести за собой. И даже бывали такие некие факапы, когда я веду группу, а у меня перегревается в моменте телефон, у меня вырубается связь, и я, естественно, чувствую себя ну как бы не ок. Быстро там продышала, просмеяла, включаю, и другой со-тренер, там Даниэля, мы очень хорошую пару тандем создали в ведении программ, Даниэль быстро подхватывает и начинает доносить. Думаю, ну всё, сейчас у меня там на разбор полётов, мне там, как я привыкла, да, педагогика наша какая в школах, ну условно, получил двойку, ждишь, что тебе там накинут родители, либо сам себя подсъешь. И вот это, конечно же, ещё есть, когда я такая сижу, думаю, сейчас меня будут ругать, как маленький провинившийся ребёнок. А мне говорят, да ты такая крутая, я говорю, что-то сегодня энергии было мало, да ты что! И вот это вот, и в моменте я переключаюсь с негатива, ну какие-то всё равно вот стресс в теле ловится, на позитив, меня видят большим. И я это тоже в себе начинаю замечать, что неважно, что случается, дети где-то, ну у меня трое детей, и как бы такие вот, ну как бы шероховатости, плохое поведение где-то, оно бывает. Но я на это не перестала вообще обращать внимание. Я переворачиваю и акцент делаю на хорошем. То есть самое главное, что мне дало, одно из самых главных, это, конечно же, фокус на позитиве. А на чём фокус, то и начинает расти. Впереди огромные планы, я полна, мне кажется, жизненной энергии. Ну и, конечно же, наши упражнения. Мне говорят, ты почему-то классно выглядишь, что ты там ешь, какие там, ну чем себя. Я говорю, 40 лет я себе отдаю отчёт, я не пью ни одних витаминов, у меня нет вообще витаминов, у меня нет аптечки и нет витаминов. Возможно, конечно, уже пора, но я чувствую себя превосходно, лучше, чем в 24 года. Лицо подтягивается, лишний вес уходит. Ну это ли нам, женщинам? Ну что, конечно же, ловить восхищённые взгляды окружающих. Меня, естественно, заряжает быть и проходить каждый день программу. Я стала вести смехозарядку, и это ещё один мой новый уровень, как я могу быть полезна этому миру. И мне, конечно же, всё зажигает. Если я ответила на этот вопрос, я буду завершаться. Может быть, какие-то вопросы есть?